Всем привет, с вами Мимико. Продолжаю проходить Still Life. Как вы помните, в прошлом выпуске мы осмотрели место преступления. Ну и сразу же, чтобы не откладывать, я, наверное, зачту то, что появилось у нас новенькое в дневнике. Так, только осталось найти. Если вам это не интересно, можете, конечно же, перемотать чуть подальше. Так. Угу. Клэр. Моя любимая Клэр. Она заставила меня провести осмотр места преступления. Дала шанс вернуть форму. Наконец-то я вырвалась из-за стенков браунинга. Я чуть не начала вопить с Новым Годом. Так было приятно снова заняться делом. Но каждый раз, когда мне хотелось это сделать, я вспоминала распорутую девушку в ванне из-за льда. И это меня слегка отрезаляло. Ещё одной матери придётся собирать семью на Рождество вокруг гроба. Моду суперанди. Преступник пошёл в разнос, сомнений нет. Теперь он закрывает им лица, и раньше он их так не метелил. Кровь на стенах. Что дальше? Ну и в принципе это всё, что было у нас. Так, наша машина. Так, сразу же выделяется. Вот тут это место можно посмотреть. Слава богу, мне эту рухлять водить не придётся. Ну когда у тебя такая машина, ну конечно. Что там? Тойота или что это такое? Я не разбираюсь. Мне это не нужно. Угу. Но учитывая то, что она может к этому подойти, возможно нам это когда-нибудь да понадобится. Так. Морг обычно внизу же ведь. Давайте вниз. Блин, так красиво. Старались же ведь люди раньше над играми. Прям даже в таких мелочах каких-то она такая проработанная. Так. Угу. Дамская комната. Ну и не только дамская. Я никогда не пользуюсь туалетами без Мэ и Жэ. Больно они и стрёмные. Без Мэ. М. Кто допустил тебя в озвучку, девочка? Если ты даже алфавит не можешь выговорить нормально. Ах. Ой. Интересная комната. Господи, как здесь воняет. Ну, мы здесь ничего сделать не можем пока что. Ну, в морг так в морг. Не открывается. Мне нужен новый пароль. Странно. Мой пароль не работает. Пойдёмте туда на восьмой этаж. Видимо, это будет наш офис. Блин, я не помню. Не помню. Так, по наитию. Хоть что-то. На уровне Б1 находится стоянка. Понятно. Симпатичный, кстати, офис. Надо будет в Сибирь её пройти. Обязательно её нужно будет перепройти. Тем более, что вышла, ну, относительно недавно, ведь третья часть игры. Так. Нет, давайте сначала сюда. Лоток для улик. А, ну, я не могу ничего, я так понимаю, сюда положить. Кофе. Стакавчиков нет. Не салфетки ни к чему. Не получится. Дио, не получится. Такой обиженный голос. Хм, а то сюда можем пойти. Это кружка моего босса. Он из неё пьёт кофе. Может, стоит... Нет. Так. Камера. Ну, значит, всё-таки сюда пойдём. Кабинет начальника. Разумеется, заперт. Разумеется, заперт. Ох, ну у вас и голосок, мадам. О, нет. Давайте сначала поговорим с кем-нибудь. Для меня оставили сообщение. Угу. Привет, Виктория. Это Тот. Я слышал о пятом убийстве. Завтра утром протокол должен лежать у меня на столе. О, да, конечно. Как же иначе? Подарок. Бумаги какие-то. Ой, это наши жертвы. Причём фотографии-то реальные. Видимо, так проще было. С небольшой такой обработкой. Так. Что тут ещё? Карточка. Ламбардек. Компьютером мы воспользоваться, я так понимаю, не можем. Ну и ладно. Поздороваться надо. Почему ты так долго? Ты ведь у нас одна на джипе. Да ну, я туда даже заходить не хотела. Ой. В смысле, откуда берутся идиоты, которые покупают по 20 лотерейных билетов за раз? Господи, как я их ненавижу. Я просто зашла купить жвачку. Слушай, последний раз, когда я тебя видела, ты хромал к машине. Ты в порядке? В порядке. Это всё моё самолюбие. Оно пострадало больше, чем я. Мне так кажется. И что ты собираешься делать? Я начал писать протокол. Решил, что ты и так вымоталась. Знаешь, Миллер, а у тебя бывают минуты просветления. Могу я как-то помочь с протоколом? Можешь. Мне нужны результаты, предварительная экспертиза от Клэр. Мне без них не справиться. Я к ней не пойду. Она меня засунет в холодильник для трупов и запрёт там навеки. Ещё мне нужны снимки, которые ты сделала. Брось, пожалуйста, камеру в лоток для улик в коридоре. О! Ой, чуть не забыла. У тебя с твоей девушкой всё в порядке? Да, конечно. Забудь. Она поняла, что тогда просто получилась путаница. Только ты больше не бери трубку, когда звонят на мой сотовой. Пожалуйста. Обещаю. Пока. Увидимся. Так, камеру в лоток и, соответственно... О, что-то ещё здесь, кстати, можем изучить. Или это полностью на стол показывается? Полностью на стол. Хорошо. Ещё сходим вот сюда. Так. Ламинатор. Эта машинка может оказаться очень полезной. Ну, я думаю, в будущем. Это для снятия отпечатков. Это для снятия отпечатков. Угу. Блин, сколько разных штук. Я помню, что игра в этом плане очень интересная. Она... Ну, так прям... Не то, чтобы мышление развивало, но... Приходилось подумать. Я распаковать не могу, да? Ёлочка там ещё стоит. Обратите внимание. В горшке. Резак для бумаги. Ну, видимо, как-нибудь мне придётся карточку устанавливать. Так, хорошо. Ммм. Ну, вот. Так, телефон у нас есть какой-нибудь или нет? Потому что я не понимаю одного. У нас нет кода доступа. Может быть, где-то здесь всё-таки? Миллера лучше оставить в покое. Кажется, у него и так дел по горло. Ну, ладно, ладно. Пойдёмся снова вниз. Уж не знаю, чем нам это поможет. Агент Макферсон. Офицер Тейт? Агент Эшби хочет вас видеть. Она ждёт вас в морге. Хорошо. Ну и как вам удалось спустить тело вниз? Мы с экспертами поставили приставную лестницу там, где пролёты упали. Однако. Надеюсь, никто не пострадал? Никто. Но я понимаю, о чём вы. В этом месте всё на соплях держится. Ну, хорошо, если нас тут ждут, то проблем не возникнет больше. Так. Б2. Нравится ещё трубка такая телефонная висит. Для связи с диспетчером или действительно из лифта можно кому-то позвонить? Мне вот интересно очень. Странно. Мой пароль не работает. Угу. Я никогда не пользуюсь туалетами без М и Ж. Больно они и стрёмные. На, доска ещё какая-то. Чтобы узнать, кто виноват, звоните 555-1963. Что за безвкусица? 555-1963. А можно позвонить? Вот так, между делом. То, что я, во всяком случае, не вижу телефона какого-то у нас. А, слушайте, а может быть по магнитной карточке сработает? Нет. А почему нет? Ноу водка 583. 583. 583. Нет. Нет. Да? Получилось? Странно. Мой пароль не работает. А что делать? Может быть, какое-то громкоговоритель здесь есть? Господи, как здесь воняет. Мисс Декабрь. Ничего себе. Небось, сам Господь, посмотрев на эти штуки, скажет, я такого не творил. Реанимационный стол. Ну и извращенцы. А, слушайте, может быть, можно позвонить по этому номеру с моего рабочего места? Чтобы узнать, кто виноват, звоните 555-1963. Что за безвкусица? Так. 555-1963. Ох. Отвыкла я. Отвыкла. Угу. Угу. Да, я... Нет, нет, нет. Я знаю, но... Да, но... Да. А нельзя. Я думал, что... Не, ну это... Это вообще как-то некрасиво. Да, я... Почему? Нет, нет, нет. Я знаю, но... Я не могу тратиться сил, прежде чем опять туда идти. Нет. Вы всё ещё на дежурстве? Да, я... Да, долбись оно конём. Я знаю... Держитесь. Постараюсь. Да. Нет. Я думал, что... Нет, но... Да. Нет. 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 Кабинет начальника. Разумеется, заперт. Нет, нет. Вот прям всё против нас. Да, но... И компьютером даже нельзя воспользоваться. Это очень-очень-очень странно. Да, я... Да, я... Нет, нет, нет. Да, я... Нет, нет, нет. Не знаю. Не знаю, не знаю, что делать-то. Да, но... Да. Может быть, новую карточку надо порезать. Нет, но... Сделать себе. Нет. 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 Не знаю даже. Не получится. Да, я... Нет, нет, нет. Я знаю, но... Да, но... Да. Нет. Я думал, что... Нет, но... Что-то я смущена. Что-то мне это всё реально не нравится. Почему? В чём проблема? Ну, нет здесь ничего. Я ничего не пропустила. И какого-то телефона просто нет, по которому позвонить-то можно кому-то. Это телефон тоже не берёт. Возможно, ещё как вариант из машины будет позвонить. Но... Вдруг? Здесь ничего не работает. Не понимаю. Нет. Возможно. Возможно. Как код. У нас как раз-таки цифры... 1963. 1963. Нет. Давайте осмотрим. Что тут у нас? 583. Нет. Странно. Мой пароль не работает. Вот. И в чём загвоздка? Пойдёмте в машину. Я же, конечно, прошу прощения за то, что я туплю. Но если вдруг вы первыми сообразили, что нужно сделать, я с удовольствием услышу об этом в комментариях. Честно. Потому что это прям странно. И мобильного телефона-то у нас нет. Я не могу сейчас уйти. Мне ещё надо кое-что доделать. Давайте ещё раз всё-таки осмотрим эту карточку. Может быть, что-то связанное с этим водка. Потому что прям наклеено поверх. Ладно. Мне нужно увидеть ещё раз этот... Кодовый замок. Потому что я пока что смущена немного. Так. Ба-два. А, здесь буквы есть. Ладно. А если здесь буква-то В... О, Д, К, ну или К, А. Окей? Нет? В, О, Д, К, А. Что нет? В, О, Д, К, А. Короче, нужно было сначала карточку провести. Тогда включается набор. Бред. А ещё через какое-то время он сбрасывается. поэтому водить надо быстро. В, О, Д, К, А. Неужели? Просто неужели. Так, наше тело. Общаемся с ней сначала? Хотя мы осмотреть особо не можем. Это, наверное, протокол, подготовленный Клэр. Но я сначала послушаю, что она мне скажет, а потом его возьму. Здравствуйте, Клэр. Закончили предварительные анализы? Строго говоря, не совсем. Но у меня уже есть, что тебе рассказать, если у тебя есть время. Для вас всегда. Тогда поехали. В крови жертвы обнаружено высокое содержание алкоголя. Плюс я нашла следы рафинола, которые еще называют наркотиком соблазнителей. Это объясняет, почему она так и не оказала ему сопротивления. Все началось в первой комнате, где ее избили. Видимо, она упала в том месте, где вы нашли пятно крови. Потом ее перетащили в следующую комнату. Убийца сорвал с нее одежду и снова избил. На этом этапе она, несомненно, потеряла сознание. Он оставил ее истекать кровью на полу, пока крови не натекло достаточно, чтобы написать послание, которое ты увидела, когда воспользовалась люминолом. Затем убийца надписи стер. Очевидно, он догадывался, что мы их найдем. Потом он проволок жертву за волосы по коридору и остановился, чтобы повесить плащ. Наконец, он притащил ее в ванную. Причина смерти – утопление. Он держал ее голову под водой, пока не наступила смерть. Как и другие жертвы, она была убита до того, как ее изувечили. Ей нанесли девять ножевых ранений, а затем вспороли живот от грудины до самого низа. Ну и что ты об этом думаешь? Я думаю, уродовать их он будет еще страшнее. С первыми тремя жертвами это был не его почерк. Их он избивал и топил, а не так, как здесь. Думаешь, в ближайшее время его почерк изменится? Нет, я так не думаю. Похоже, он зациклен на утоплении жертв. Эта стадия для него очень важна. Нет, все эти резаноколотые – это что-то еще. Ах, мне кажется, что если бы мы поняли, что именно, мы бы ублюдка поймали. К тому же он закрыл лицо четвертой жертвы, а теперь вот этой. Это ясно говорит о том, что последних двух жертв он знал. Я попрошу Миллера сравнить данные по двум последним жертвам. А как у вас? Есть что-нибудь интересное? Да, нашла. Частичный отпечаток, который принадлежит не жертве. Отлично. А что насчет того, что я забрала? Есть что-то достойное внимания? Мы знаем, что у нашего убийцы темные волосы. Если это он повесил плащ на гвоздь, а не какой-нибудь торчок. Но это не важно. Мы используем этот волосок для анализа ДНК и привяжем его к месту преступления. Волокна ткани я послала на экспертизу в ФБР. Вдруг найдут в них что-то необычное или интересное? Я все хотела вас спросить. Вы ей позвонили? Позвонила? Ну, нет, не звонила. Духу не хватило. Давай не будем сейчас об этом говорить. Конечно. Только обещайте, что вы ей позвоните. Хорошо, хорошо. Обещаю. Все, деточка. Я пошла. Не забудь мой протокол, написанный красивым подчерком. Он на столе. Тут даже не понять, то ли они дружеские, так хорошо и близко знакомые общаются, то ли они подкалывают местами. Но мне кажется, все-таки это такая вот заботливая дружественность. Надо проверить, как там у меня в крови с метахлорианами. Господи, ну и шуточки у меня сегодня. Да уж. Так. Будет здорова, Клэр. Вроде больше ничего смотреть не можем. Нужно, наверное, протокол в кабинет занести будет. Кстати, что у нас по этому поводу? В одиночке есть что-то? Да. ФБР и полиция Чикаго. Клэр права. Мне нельзя настолько зацикливаться на цифрах. С кроулером нам повезло, потому что перед вторым убийством он пересек границу штата. И ни у кого из местных не было выбора. Им пришлось не спустить. На этот раз, как и следовало ожидать, они повели себя, как всегда. Конкурс козьих морд. Никто не хочет ни с кем говорить. Но, разумеется, ведь процедуры есть процедуры. Ну и что, что люди умирают? По крайней мере, теперь за дело взялась я. Возможно, я сумею остановить его прежде, чем появится номер шесть. На этот раз они меня удивили, дав мне Миллера. Я ожидала какого-нибудь мелкого стукача. А они, судя по всему, и вправду дали мне лучшего сотрудника из тех, что у них были. И это странно. Народа у них действительно немного. К тому же, он не против того, чтобы сделать за меня тупую работу, пока я вожусь с психологическим портретом убийцы. Так что, пока все получается. Так, выходим отсюда. Идем, наверное, в кабинет или куда. Алло? Привет, малышка. Папа? Я только что видел в новостях. Еще одна? Да, еще одна. А ты как, в порядке? Да, вполне. Просто это дело меня совсем измучило. Оно разваливается на глазах, и сделать ничего нельзя. Ненавижу. Похоже, оно из меня всю душу вымотает. Так почему тебе не приехать сюда и не отдохнуть, пока этого не случилось? Небольшая передышка тебе не повредит. Полежи в джакузи, расслабься, приведи мысли в порядок. Кстати, Рождество на носу. У меня для тебя есть подарок. Правда? Я тоже тебе подарю то, что ты просил. Уверен, что хочешь получить этот подарок? Ну, он такой неоригинальный. Вот-вот, это то, что я хотел. Так ты приедешь домой? Конечно. Хорошо, доченька. До встречи. Папа? Что, доченька? Спасибо. О чем ты говоришь? Не задерживайся. Пока. Я так понимаю, что сейчас мы еще и домой поедем. Возможно. Так. Пэт Макферсону. Папа опять предрождественская депрессия. Он всегда рад меня видеть, но я знаю, что он по-прежнему тоскует по маме. Ему и вправду стоило бы завести подругу, как-то отвлечься. Ну да, можно подумать, что окружному прокурору города Чикаго некуда девать в свободное время. Хотя было бы здорово, если бы, когда оно у него есть, я перестала быть единственным предметом его беспокойства. Учитывая, что его собственный отец был частным детективом, он мог бы понять, что это семейное, и успокоится. Надо не забыть папин подарок, когда я пойду отсюда. Он наверняка догадывается, что в этом году я опять подарю ему колволомку. Но готова поспорить, он никак не ожидает, что я заказала ее прямо из Гонконга. Вот что у нас за подарок в руках-то. Ну, подарочек я, кстати, забрала. Я на всякий случай сейчас в офис зайду, попробую со всеми поговорить. Ну, а в общем и целом, думаю, меня ждет только автомобиль. Да, я... Нет, нет, нет. Я знаю, но... Решили передохнуть? Да, но... Ну да, мерзкая погодка, депрессию нагоняет. Нет. Хочу поднабраться сил, прежде чем опять туда идти. Повтор. И все еще на дежурстве? Да, да. Постараюсь. Это повтор. В общем, делать здесь больше нечего. Ну, конечно, кадры очень достаточно сочно были сделаны о том, как происходило убийство. Могут. Могут, когда захотят. Но, в принципе, я от этой игры другого и не ждала. Хоть я ее уже проходила, но все-таки, знаете же, ведь годы идут. Качество игр меняется, да. Меняется вообще понятие такое, какие игры должны быть хорошими, какие должны быть плохими. Но это приятно удивляет, несмотря на то, что я в нее уже играла. Я не могу сейчас уйти. Мне еще надо кое-что доделать. А что еще-то? Нужно что, с компьютером поработать? Что еще нужно сделать, дорогая? Кстати, тут пока еще, куда нам нужно идти. Нашла аж отчеты о полиции. То есть у нас, помимо дневника, есть еще вот такие вот штуки. Давайте прочтем, что ли. Так. Жертва Рослин Чека. Источники информации так понятны. Да, Чикаго, добавочный номер протокола. Артур Ли остановил мою машину на углу Беркли и Вартон, находясь в крайне возбужденном состоянии. Ли сообщил, что обнаружил тело неизвестной женщины в туалете для сотрудников зданий факультета образования для взрослых Чикагского университета. Место расположения. Смерть. Заднее здание, простите, факультета образования для взрослых Чикагского университета. Вторая жертва. Элизабет Вэн Вэлмси. Протокол. Эдвард Сесо позвонил в службу 911 и сообщил, что в бассейне на крыше его дома, 112 улицы Мосли, плавает труп. Получив приказ проверить звонок, я прибыл туда вместе с детективом Мензисом и проследовал на крышу. Жертва была обнаружена, плавающая в бассейне. Мы извлекли тело, судя по всему, жертву утопили гораздо поздно вечером во время купания. Третье. Шеннен Брэм. В 19.02 в среду соседка убитой Марлен Кац позвонила сюда и сообщила о смерти жертвы. На место происшествия был отправлен патрульный Райан. Убитая была обнаружена в своей квартире, частично погруженной в ванну с водой. Кстати, это уже что-то напоминает, да? Меня вызвали для осмотра сцены. Четвертый. Наталья Кенверт. В 21.35 Эрик Адлер позвонил сюда и сообщил о смерти жертвы. На место происшествия был отправлен детектив Миллер. Он произвел первичный осмотр места преступления, вызвал меня. Жертва была обнаружена на мазках в канализационном коллекторе. Ох. Записка на пропуске. Кому спецагент Виктория Макферсон, знак 5903 Чикагское отделение. Вам присвоены новый магнитный пропуск и личный идентификационный номер ПИН. В силу изменений в системах безопасности, ваш старый пропуск больше не действителен. Поскольку процедуры изменились, не забудьте провести карту через сенсор. Затем введите свой ПИН. Спасибо. Ни при каких обстоятельствах не раскрывайте свой ПИН. В случае потери или похищения карты немедленно сообщите. Ну, знаете, ПИН-водка – это достаточно забавно. Итак, и протокол Клэр. Так, вот Синтия. Свидетели. В начале проведения экспертизы присутствовал детектив Дэвид Миллер. Полиция Чикаго. Да, но это пока вот весь протокол. Да что ж такое выйдя отсюда. Я же дошла до стола, начала что-нибудь искать, пытаться. Это протокол от Клэр. Слушай, Миллер, осталось последнее. Можешь сравнить данные по пятой и четвертой жертвам? Вдруг мы что-то упускаем? Конечно. Я прогоню их через базу данных. Спасибо за протокол. Так, и все? Да, но... На этот раз-то все? Я думал, что... Нет, но... Ну, и я попробую? Все-таки все. Все-таки все. И дом Пэта. Знаете что? Я, наверное, сейчас доеду и приостановлю выпуск. Потому что... Ну, не то чтобы я очень много прошла, всего лишь контору. Но в любом случае... Не хотелось бы, наверное, растягивать выпуск на очень-очень-очень большое количество времени, потому что это не всем комфортно смотреть. Я здесь, доченька. Привет, пап. Привет, малышка. Ты уверен, что хочешь получить этот подарок? Да-да-да. Прошу. Спасибо, доченька. Ты знаешь, как я люблю эти штуки. А это... Тебе. Прямо на пол, что ли, кинула? Как это мело. Где ты это нашел? Я думала, оно пропало. Нашел, когда убирался на чердаке. Оно лежало в дедушкином сундуке. Тебе, пожалуй, стоит туда заглянуть. Такая ностальгия. Загляну. Спасибо за подарок, пап. Я знал, что тебе понравится. Помнишь истории, которые он нам рассказывал? Как я могу забыть? Я больше всего любил про Париж. Там столько мистики. Твоя любимая была про Лондон, если я не ошибаюсь. Да, романтическая и таинственная. Но была одна история, которую он мне так и не рассказал. Та, в которой он встретил бабушку. Он всегда отказывался об этом говорить. Разве это было плохое воспоминание? Уверен, что нет, Тыковка. Но он просто не мог об этом говорить. Мне кажется, что дедушка в то время, когда встретил бабушку, потерял кого-то очень дорогого. И ему было больно об этом вспоминать. А где он встретил бабушку? В Праге, насколько я знаю. Кстати, о бабушке. Сможешь в этом году испечь ее фирменное праздничное печенье? Ну, пожалуйста. Так и знала. Ох, да ладно тебе. Его не очень долго готовить. Я знаю. Испеку, не волнуйся. Отлично. Все, что нужно, на кухне на столе. Ну, надо же. Кто бы подумал. Загляну на чердак. Вдруг это пробудет приятные воспоминания. Хорошо, доченька. Я буду тут. Ну, и как я уже говорила, после такой приятной беседы, и надеюсь, вас это немного настроило на позитивные латпусы, того, как мы читали протокол, и, в общем, не очень же радостно правильно побыть в морге. Поэтому увидимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока. До встречи.